Добрый вечер дорогие друзья! Вы смотрите программу разговор по чесноку и я ее ведущий Роман Полинсков. Я рад вас снова видеть здесь после некоторого отсутствия. Сегодня наша программа будет музыкальная, я не сняюсь этого слова. Программа должна у нас быть самая настоящая энергичная, веселая, потому что сегодня у меня в гостях солистки вокально-инструментального ансамбля Доминанта. Это Джамиля Бурсукова и Анна Огородникова. Девушки, добрый вечер, большое спасибо, что пришли. Добрый вечер. Прежде чем мы начнем говорить о музыке, хотелось бы поговорить о вас, о вашем коллективе и первый вопрос, с чего началась история вашего коллектива, вашей Доминанты? Наш коллектив. Образовался в стенах родного нашего Казанского федерального университета. Мы, будучи на первом курсе, сразу хотелось заниматься каким-то творчеством. И мы отправились в, соответственно, вокальный кружок уникса Казанского федерального университета. И там мы познакомились, вот мы с Аней, с Катей, три участницы, которые тоже на сегодняшний день являются солистками вокального коллектива. Мы познакомились в творческом вокальном кружке. И в последующем мы начали выступать вместе. То есть у нас были, первый наш коллектив был, еще была одна девушка. В последующем только на первом курсе она выступала. И нам очень понравилась наша репетиция, как мы пели вместе на голоса разные. То есть мы сразу влюбились в нашу деятельность. И в последующем были различные организованные университетом мероприятия, там, лагеря, байтик, летний лагерь Яльчик, вот, и на котором мы познакомились вместе с Зариной Вильдановой. Вот. Там спели тоже пробные, ну, как в лагере, там сказали сделать какой-то номер, там, вечерка, сделать какой-то, подготовиться к мероприятию. И я помню, вот, единственную песню, которую я умела играть на гитаре, это была Нева, песня «Пятницы». Вот. Ну, мне очень нравилась эта группа, ну, как бы, я и слышала, там, брата, и вот подобрала единственную песню на гитаре. Больше я ничего, как бы, я сама пианистка. И там мы пели просто вечерами, и решили показать это на вечерке, вот, вместе с четвером, вместе с Зариной Вильдановой. И тогда настолько всем понравилась эта песня, и что в последующем мы уже пели ее на сцене Уникса, и уже так сильно сплотились. Затем к нам присоединилась Лида Литьярова, она моя одногруппница, на Юрфаке мы вместе учились, вот. И Ли, кстати, на наше знакомство, на момент нашего знакомства, она уже была автором исполнителя своих песен. У нее была, ну, куча наград, то есть там, лауреат, конкурсов. Ну, то есть в этом лице вы нашли себе автора в группу, да? Ну, мы, как бы, в качестве арранжировок, мы все друг друга дополняем, ну, конечно, ответственность арранжировки всегда на мне, потому что, как бы, в силу своего образования обязанность такая есть. А какое образование? То есть я закончила средне-специальное, ну, нет, средне-специальное музыкальное образование при консерватории, то есть имени Жиганова, я закончила, с пяти лет я занималась музыкой классической, классическое такое консерваторское образование, и, соответственно, все азы гармонии, то есть раскладки голосов, тоже это все, все это мне дала моя школа, то есть замечательная просто. И так тоже Ли, тоже очень понравилось наше творчество, и она к нам присоединилась, мы вместе доделали уже эту песню Неву на другой уровень и выступили с ней на российской студенческой весне, заняв первое место, если уже было так скоро. Хорошо. Расскажите о том, как у вас складывалась жизнь вообще в КФУ, на кого вы поступали, может быть, там перевелись из института в институт, стали другими специалистами, то есть вот как у вас начиналась жизнь параллельно с доминантой именно в вашем институте? Ну, я вот, как говорю, я уже заканчивала, то есть училась на музыканта всю жизнь, и такая была серьезная подготовка, у нас не было подготовки к ЕГЭ, и то есть я в последний год решила, что, наверное, хватит музыки, потому что, в принципе, очень сильное образование дает эта школа, и хотелось вот чего-то нового сменить, какую-то атмосферу, потому что консерватория, это все-таки немножко повтор, преподаватели те же, та же программа, и я настолько рада, что было такое решение, потому что, конечно, Казанский Федеральный Университет столько дает возможностей, и просто раскрываешь себя именно в Казанском Университете, то есть с разных сторон, и, в общем-то, все какие-то ожидания, которые были перед поступлением университета, они реализовались даже в приумноженном варианте. Хорошо, Анна, у вас как? Я вообще поступала на эколога в КФУ, в КГУ тогда еще, вот, потом, впоследствии, спустя полгода я перевелась на туриста, стала туристом, поняла, что экология не мое, спасти планету я уже не смогу, не успею. Ну, а своим творчеством лучше было так спасать. Да, только хуже сделаю своим творчеством. Ладно, так, и перевелась на туризм, собственно, осталась на географаке, стала учиться, через годик решила, что мне этого мало, поступила еще на ВМК параллельно. Вот, потом поняла, что этого мне много, и осталась только на географаке. Ну, немножко, да, интересный у меня путь в плане обучения в ценах КГУ. Вот, в принципе, меня устраивает мое образование, я его закончила два года назад. Вот, я сейчас работаю все-таки по специальности, связанной, ну, ближе к ВМК, так и к математике тяга осталась, и вот, работаю в этой сфере. Вот, а про других девочек, если рассказать в нашем коллективе, Алия у нас также с юрфака, Катюша, она у нас учится на биофаке, сейчас в магистратуре, вот, занимается наукой. Вот, мы все так, в принципе, в основном с разных факультетов, сборная, солянка, собрались все вместе творить. Да, хотелось бы отметить, что, что отличает, вот, как бы, нас всех. Вот, мы вроде все занимаемся своей специальностью, причем настолько активно, и научная деятельность там очень развивается, каждый из нас, и работаем, то есть, по этой специальности. Но каждый из нас с детства пела или как-то непосредственно была с музыкой связана, то есть, именно вот это вот какой-то огонек вот этой вот музыки, вот то, что творчество, он нас так объединил, как-то, и что вроде мы все-таки разные, но при этом настолько, как бы, едины. Джамиль, а тебе вопрос, так как ты у нас, получается, ну, ближе к консерватории ранее вот так заканчивала, почему не пошла, допустим, на филолога, искусствоведа в таком духе? Ну, искусство, да, это все очень интересно, и, в принципе, да, это мной изучалось. Но юридическая специальность мне очень близка по духу, в принципе, я знала, наверное, ну, мне с детства очень нравилась именно юридическая профессия, в плане того, что все-таки это очень важно, я считаю, знать свои права, знать, быть защищенным человеком, то есть именно зная свои права, зная, на что ты можешь принцессовать, какие у тебя есть возможности, только как бы так ты можешь и полностью реализовываться в обществе. То есть даже это я не говорю даже о том, что вот именно юрист, чтобы там стать судьей, или там стать непосредственно какой-то, да, профессией, а мне кажется, это вообще необходимо каждому даже человеку, это очень важно. И, ну, мне было интересно, и мои родители тоже так же поддержали мою идею, и сами тоже юристы. Ну, в принципе, то есть мне была очень близка изначально уже эта тема, и поэтому как бы у меня не было сомнений. Да, я поначалу думал, конечно, то, что здесь был проработан такой мегаплан, то есть я буду заниматься музыкой, я создал свой коллектив, я пойду на юриста, чтобы знать, что такое авторское право. Да, да, совершенно верно. Чтобы наши песни никто не крал, все только с нашего разрешения. Как раз новая отрасль сейчас только формируется, и на самом деле очень интересная. И действительно для музыкантов, если еще обладать вот этими навыками, это очень нужная вещь, поэтому... Да, ну в группах так, по-моему, и заведено, то, что такие люди, которые занимаются аранжировкой, допустим, в рок-группах это бас-гитаристы, у них занимаются обычно экономическими вопросами, юридическими вопросами, у вас получается вот... Разговор по чесноку на радио UFM. Хочу узнать побольше о вашем названии, почему все-таки доминанта, ведь, как гласит наша всемирно известная энциклопедия всех времен народов Википедия, большое спасибо ей, а доминанта это что-то главенствующее в каждой отрасли, будь то музыка, будь то литература, а все-таки почему доминанта? Именно распоряжались с этим термином или что-то другое было? Там с музыкой смязано, там до, ми, может быть? Ну да, в первую очередь у нас шло название именно от музыкальной его характеристики, потому что доминанта настроится на пятой ступени, и она является самым ярким таким аккордом, который всегда тяготеет к тонике, он определяет именно тональность, то есть из всех аккордов, ну это самый главный, да, самый яркий аккорд, и то, что у нас тоже именно пять было сначала человек, то есть именно на пятой ступени строится, и сейчас хоть нас четверо, но доминанта состоит из четырех звуков, и в основном именно каждая нотка имеет свой окрас, то есть нам очень подходит это название на самом деле, хотя мы тоже думали, что, ой, наверное, название не очень, все там, как бы говорят, что это какое-то слишком академическое, и нам не подходит, мы такие вроде бы не совсем такие доминанты, такие вроде хрупкие как-то, но все-таки это наше название, и если даже главенствующее, но мы, конечно, не такие прям главенствующие, но и песни у нас лирические, скорее характер, может быть, да, вот, но это название уже стало таким родным, поэтому, мне кажется, было именно, ну, оно именно наше, то есть нами как-то мы решили, что да, вот, вот доминанта, когда играешь ее, сразу мы представляемся. Хорошо, со слов руководителя я узнал, почему такое название, теперь со слов солистской участницы коллектива, когда вот устаканили такое название. Так все было по-другому, я шучу. Нет, на самом деле, просто выбирали название коллектива, и Джимля как раз предложила вариант с названием доминанта, и почему-то оно всем сразу понравилось, то есть было много различных названий, и очень смешных, там, как Айскрим, например, мы думали все назваться, решили отложить эту идею, может быть, когда-нибудь, ну вот, но когда Джимля предложила название доминанта, просто оно всем понравилось, и потом мы действительно обсудили этот момент, не просто так, что оно звучит красиво, а что это аккорд яркий, замечательный, и, ну, есть смысл в названии, и по количеству человек, да, и все одобрили, то есть не было такого, что оно кому-то не нравится, и все, так и стали доминанты, хотя каждый год мы думаем сменить название, этот момент присутствует, это есть, потому что, ну, многие реагируют доминанты, думают, что мы какие-то просто сильные женщины, и песни у нас должны быть какие-то, там, я не знаю, в черной коже, феминистские песни, да, вот, ну, нет, нет, все не так, мы не такие. А какие варианты названия еще были? Ну, вот я помню, Ice Cream, потом The Roses мы хотели назваться, Лира, Лира, что-то, ну, много было вариантов, так вот, Candy Band, что-то, да, Jimmy Band, Да, да, ну, были названия, но как-то... Но они больше на такой, на английский, да, все-таки, когда по-русски пишется, более так серьезно звучит. Ну, что, ну, да, да. Предположим, называетесь Ice Cream, и какой-нибудь ведущий на сцене, на том же фестивале студенческая весна говорит так, диплом лауреата 30-й, награждается коллектив Ice Cream, ну, по мне, так лучше доминанта звучит, да? Ну, да, солиднее. Доминанта. Так мощнее. Вышли сразу, давай сюда грамот. Вот как-то вот, поэтому мы хотим учиться. Следующий вопрос. Как пишет сайт нашего университета, Казанка Федерального, благодаря вашим выступлениям вы смогли внести огромный вклад в развитие молодежного движения Казани. А что именно вы внесли? Ну, здесь можно говорить о различных аспектах. Ну, начиная, наверное, главное с того, что мы своим творчеством, во-первых, даем пример дорастающему поколению, то есть первокурсникам, во-первых, пример именно исполнения в ансамбле, петь в ансамбле, в команде. И, то есть мы, ну, на курсе, на своем факультете мы всегда осуществляли деятельность по созданию коллективов, деланию вокальных номеров, выставлению их на студенческие весны и так далее, и так далее. То есть, также, также создан хор, рапсодия, в котором также участвует, каждый раз обновляется у нас состав, конечно, есть и старички, каждый раз новые приходят, первокурсники, студенты, которые также загораются идеей именно работы в коллективе, именно строение вот этих голосов, выступлений, то есть, это все тоже очень важно, и вообще, участие в творческой, активной деятельности университета и вообще в любой другой иной деятельности. Это вообще является важным, мне кажется, моментом воспитания молодежи, да, формирование как-то именно молодежного движения. И также мы выступаем на различных мероприятиях, и то, что в Саляте, и на городских мероприятиях. Мне кажется, ну, и самое главное, что представляли также Республика Татарстан на российской студенческой весне, опять-таки, то есть, это тоже принесли как бы регалии Татарстана, то есть, когда мы первый раз ездили, Татарстан занял первое место в Срединоград, по-моему, и в гала-концерте, то есть, полностью все первые места. И мы участвовали в такой программе, то есть, в региональной, и также в конкурсной программе, и также заняли первое место. И в следующий раз, когда мы тоже ездили второй раз, также была нами привезена победа, но тоже Татарстан, правда, занял, по-моему, второе место, и сейчас нужно, не помню, по гала-концерту, а в общем зачете, по-моему, первое. Ну, тоже, опять-таки, первые места. Вот, так что... Ну, то есть, в целом, вы своим примером показываете то, что не надо бояться, надо идти, стремиться к этим достижениям, к этим наградам, и все у вас получится, да? Да, да, да. Разговор по чесноку на радио ЮФМ. Вы лауреаты студенческих фестивалей концертов, вы только что перечисляли ваши достижения, и как вы все-таки пришли к этим успехам, и что самое интересное, чем пришлось пожертвовать ради таких успехов? Ну, скорее всего, временем, в отличной жизни. Пятерками в университете, да? Ну, нет, на самом деле, пятерками нет, потому что я закончила с красным дипломом, Ли тоже с красным дипломом, и мы еще успевали там в научной деятельности участвовать, Катя тоже закончила с красным дипломом, и Аня, не помню, правда, Аня сама скажет. Не, мы с Катей не. Мы пожертвовали пятерками. Просто более сложные науки. Да, будем считать так. И все-таки чем еще? Ну, на самом деле, времени очень много у нас уходило, и мы занимаемся всегда допоздна, вот в Униксе нас уже палками гонят в 10 вечера в 11 всегда с университета, с кабинетов, потому что, ну, чтобы достичь чего-то высокого, да, даже в студенческом творчестве, нужно очень много заниматься, очень много стараний приложить. Тем более, мы поем на голоса, нужно все выстроить чистенько, поэтому времени очень много уходит. Все вечера, когда там сверстники идут в кино, гуляют, мы сидим, поем. Но мы это делаем не потому, что тут у нас из-за маленькой щели в двери, видишь, как твой сверстник идет, провожающим взглядом так на них смотришь, посмотрите за меня, пожалуйста. Расскажешь потом, что там, как. Ну, вообще требует большого упорства, силы воли, потому что, ну, не всегда вот у коллектива все бывает так хорошо и гладко, то, что там порепетировали, спели, вам первое место, молодцы. То есть, всегда, ну, бывает очень сложно, где-то могут не признавать, где-то все время приходится доказывать, там, что ты лучший, хотя вроде и так уже сто раз, как бы, доказывал, но все время, то есть, приходится бороться, все время приходится идти вперед, никогда нельзя, то есть, ну, наверное, это не мое, и ладно, оставим это. То есть, нужно всегда добиваться еще больших высот, всегда идти вперед, и стараться улучшать свои результаты, и тем более, если это действительно нравится, и есть круг людей, которым это нравится, и надо всегда стараться, то есть, талант в землю зарывать, это большой грех, то есть, это как бы известная фраза, это вот очень важно. Сколько у вас репетиции по времени обычно идут? Ну, это на самом деле по-разному может быть, то есть, иногда мы можем собраться на, ну, минимум, наверное, 40 минут, да, но провести их настолько очень, как бы, интенсивно, да, но это очень редко бывает, то есть, в основном мы можем, то есть, от трех часов в пять часов, это может быть, у нас бывает просто, что, просят что-то сделать, например, там, сутки остаются, там, двое суток до концерта, мы должны сделать новую песню, и причем она важная, там, какое-то место занимает, то есть, приходится настолько интенсивно все это вырабатывать, и, конечно, и ночью мы репетировали, и, то есть, собираемся, если дома, то есть, не получается в университете, в обед, во время работы, если 40 минут, это получается такое время, когда нужно выкроить уже, один человек работает, другой учится, третий еще где-то там, и мы все равно собираемся, хотя бы на какое-то время, чтобы успеть сделать какой-то материал, который уже горит. То есть, это практически каждый раз бывает какая-то жертва у кого-то, и постоянно, то есть, приходится, кто-то когда-то там, ну, у нас, например, Катя уже не может в оперный театр, по-моему, сходить, уже какой-то месяц она покупает билеты, ей приходится там сдавать или там отдавать их кому-то, потому что не получается, то у нас концерт, то у нас срочная репетиция, то, ну, как бы, где-то нельзя уехать, то есть, нужно быть здесь. Ну, таких вот серьезных рептиций у вас, по-моему, больше стало, да? Ну, То есть, которые вот говорят, то, что вот, через два дня у нас концерт, вы обязательно должны у нас выступить, да? Ну, видимо, да, как-то, потому что мы, видимо, один раз так выступили хорошо, оперативно сработали, и так каждый раз сроки уменьшаются, уменьшаются. Девчонки, тут концерт через 20 минут, ну, вы сможете, мы вас верим, да? Такого не было еще? Ну, финалки, финалки всегда, да. Ну, на самом деле, всякое бывало, вот, и самое главное, что мы, то есть, стараемся, вот, в коллективе очень тяжело, именно, вот, сохранить вот это, вот, уважение к чужому, другому времени, то есть, то, что мы стараемся всегда идти на уступки, кто-то больше жертвует, кто-то меньше, ну, вот, как-то находим этот баланс, это, наверное, для всех коллективов одна из такой вот важных проблем. Но при этом жертвы называть все, что мы делаем все равно сложно, потому что нам всем нравится то, что мы делаем, поэтому все равно бежим, все бросаем, и в первую очередь важно это творчество, остальное все подождет, там, и киношки, и прогулки, я не знаю. Работа? Работа даже, да. Бывает, уйдешь с работы на обед, задержишься, ну, подольше немножко, потом объясняешь, там, пробки, еще что-то, главное было позаниматься, вот, слышу сейчас эти слова, хочется задать вопрос, что для вас музыка? Такой философский некий вопрос. Ну, музыка, конечно, это некое такое состояние души, это счастье, это радость, это то, без чего жизнь, наверное, не будет такой полной, яркой, то, через что человек может выражать свои муни, эмоции, свои душевные состояния, и передавать эти, то есть, многое мы не можем выразить словами, очень много вещей, они именно передаются на тонком, психологическом, эмоциональном уровне, именно через музыку, через вот, вот эту подачу этой музыки, прочтение какой-либо музыки, ты заставляешь человека стать лучше, или на чем-то задуматься, то есть, ну, вообще музыка, очень философская, глубокое такое понятие, и можно, конечно, рассуждать об этом, но это очень, очень важно, да, вот для нас особенно, когда себя тоже выражаешь через музыку, ты тоже себя обогащаешь, и ты получаешь эту энергию от зрителя, от слушателя, и это тоже дает какую-то эйфорию. А для Диана? Ну, я согласна, музыка — это жизнь вообще, музыка, она есть во всем, в любом звуке, можно услышать музыку, и главное — найти свою музыку, если не говорить так немножко философски, вот, и на самом деле мы стремимся тоже в нашем творчестве выдавать номера такие, чтобы люди задумывались, не просто спеть песню, как бы улыбнуться и уйти, а спеть ее так, чтобы для каждого песня была своей особенной, чтобы каждый услышал, ну, свое в музыке, в словах, нашел какой-то подтекст, возможно, нашел выход из какой-то ситуации. Нам всегда хочется доносить вот что-то необыкновенное, особенное, личное до каждого слушателя. Вот. Ну да, конечно, интересно было бы, если у Рамштайна тоже так же послушал эту песню, и сразу я нашел выход из ситуации. Разговор по чесноку на радио UFM. Какую музыку вы исполняете, в каком жанре, что у вас есть? Может, ну, мы исполняем абсолютно разную музыку. То есть у нас есть, ну, даже до доходило до того, что мы призерк оперы исполняли в рамках Казанского университета, то есть всякое бывало. Именно Казанский университет дает разные возможности реализовать все там свои желания, которые, может быть, даже в личной жизни мы бы не исполняли эту песню, не взяли бы. В которых даже не задумывался, что хочешь этого. Да. Но, конечно, наиболее у нас душа лежит у нас, конечно, к лирике. К лирике, да. К философской лирике. Да. То есть и нам больше нравится, как бы, мы, ну, через лирику действительно, вот больше передаются эти эмоции, мы можем рассказать что-то душевное, что-то личное. У нас есть веселые тоже песни, и мы их исполняем обычно на каких-то мероприятиях уже таких более веселых, таких непринужденных. А лиричные туда где? Лиричные, ну, так же, ну, смотря на каких. В стенах уникса, в основном, на самом деле, на концертах, на конкурсах, всегда исполняем лирику. Да, то есть непосредственно это наши, ну, то есть зачастую, да, иногда и хочется послушать. Вот мы тоже сейчас стараемся над тем, чтобы записать наши песни, чтобы их можно было так просто взять и послушать, чтобы они были доступны не так, что на видео или где-то там. Вот. А какие это песни? По жанру? Ну, не по жанру, а вот именно кавераж, наверное, делать какие-нибудь фигнические, да? Да, в основном. Например, кто? Ну, исполнители, в основном мы исполняем мужские песни, то есть, которые никогда бы никто не представил, что может исполнить женский коллектив. Тогда 100% Ромаштайн пробуйте. А я люблю Ромаштайн, кстати. Ну, может быть, все, еще не меньше. когда-нибудь. Да. Ну, то есть, мы и Цоя исполняли, там, и Павла Волю, там, Дельфин. Дельфин, группа Пятница. смогли передать какую-то новую краску, добавить этим, новое прочтение этим песням. И именно уже с другой стороны, как бы, вот, с нашей женской, может быть, какой-то подачи. Вот. то есть, это абсолютно могут быть разные песни, разных стилей, но в нашем исполнении они очень приближены все становятся между собой. Ну, вот сейчас хотелось бы попросить исполнить что-нибудь капельно, но так как, по-моему, у вас любимая группа, это группа Пятница, да? Да. Вот что-нибудь из их репертуара. У нас, конечно, сейчас полколлектива нет. И клавиш. Ну, Неву? Ну, давай. Да. Спроси Неву, ты знаешь, я давно живу, уйти туда, туда, где время не вода, с собой возьми, я возьму с собой тебя, мне объясни, что слишком мало декабря нам. Аплодисменты только. Да, мы как бы моем, да. Еще раз болтаемся, еще что-нибудь споем. Ну, что ж, продолжим. Над чем сейчас работает ваш коллектив? Ну, в данный момент мы все-таки хотим выбрать направление авторских песен, то есть мы уже, у нас есть определенные авторские песни, которые были нами даже исполнены, мы сочиняли их, то есть какие-то есть, которые неисполнены, но мы хотели больше внимания уделить именно этому направлению, потому что фактически каждый кавер у нас получается как новая авторская песня, то есть приходится мы часто рэп, то есть накладываем на мелодию, то есть полностью сочиняем музыку и... Аранжировки всегда у нас уже авторские идут, то есть сейчас уже просто мы хотим добавить еще и свой текст и выпускать, скажем, свои чисто песни и показывать их людям, вот, над этим и работаем. А сколько уже готовых? Есть такие уже, да? Все пока в проекте. Нет, ну, у нас есть песни, которые непосредственно исполнялись и... Ну, там... мы стремимся записать уже как-то и оформить в виде, чтобы все могли их слушать. В записи пока вот готовимся к записям, репетируем. И потом сразу на MTV, Конечно, Евровидение. Вот как раз к Евровидению мы подошли. Я бы хотел узнать ваше экспертное мнение, так как вы ближе к вокалу, нежели я, хоть я в музыкальной школе тоже был, но и успешно не закончил. Сейчас, как вы знаете, у нас в Европе проходит песенный конкурс Евровидения, в этот раз в Швеции, в Стокгольме выиграл название этого города. Сегодня второй полуфинал, и хотелось бы узнать ваше мнение, кто может составить конкуренцию нашему Сергею Лазареву, и могут ли вообще такие? Мы любим Сережу. Мы патриоты, да? Мы патриоты, да. Ну, на самом деле, если откровенно говоря, первый тур вот мы еще не смотрели, полуфинал. Ну, номер Сергея Лазарева лично я видела. Мне кажется, он очень сильный и очень по композиции интересно сделанный, и вполне претендует на первое место. То есть, исходя из опыта прошлых лет, то есть, что было раньше, то есть, какие номера были представлены. Конечно, мне кажется, Евровидение все-таки есть какой-то политический подтекст, все-таки. Будем надеяться, Ну, к сожалению, то, что этот политический контекст есть. И все-таки всех победит, несмотря ни на что. Анна, ты как думаешь? Честно, я за Евровидением не слежу, поэтому называть какую-то другую страну тоже не могу, но Сергей Лазарев как исполнитель, просто он профессионал, поэтому я считаю, что он достойно покажет нашу страну, защитит ее честь. Вот, а что будет, какое место займет, на самом деле, это, ну, не так уже важно, главное, что мы все увидим, как номер, нам понравится, не понравится, вот, это самое главное, поддерживать своего участника, не отказываться от него, даже если он займет, там, не знаю, 20 место, мы его любим, мы его ждем, Сережа, приезжай. Споешь с нами. Споешь с нами, зовем. Вот, интересно, такой случай, в YouTube вышло видео с первой репетиции Сергея Лазарева, когда он случайно упал из декорации, многие подумали, что он там сломал себе ногу, и прочее, было ли у вас такие случаи, как вам специально что-то делали, чтобы у вас что-то не удалось в выступлениях? Кто-нибудь вам жал такого? Специально, даже не знаю. Ну, какие-то такие ситуации? Были казусы, когда, это не специально, это просто я споткнулась со длинное платье, мы выходили петь уже финальную песню «Призраки оперы», у нас у всех были очень длинные бальные платья, должны были подняться по лестнице, потом спуститься, потом пойти еще на одну лестницу, в общем, сложный процесс, при этом на нас висели петлички, и мы должны выходить, я спотыкаюсь, падаю, и в итоге в записи на универтове слышно, как я говорю, ой, я упала, а Катя мне говорит, тихо-тихо, выходи скорее. В общем, обыграли этот момент. Обыграли, да, момент, но в принципе, это единственный момент, что я помню. был на случай. Ну что ж, к сожалению, время нашей программы не позволяет поговорить с вами побольше сегодня, но я надеюсь, что вы к нам еще придете. Друзья, я напоминаю, то, что сегодня у нас в гостях были солейский вокальный инструментальный ансамбль для доминанта Джамиля Бурсакова и Анны Огородникова. Большое спасибо вам, девушки, то, что пришли к нам на программу. Ну, а на этом все. Я прощаюсь с вами. Меня зовут Роман Полинсков. Увидимся на следующей неделе. Смотри, универ, смотри. Смотри, разговор по чесноку. Всем пока. Разговор по чесноку на радио UFM. Субтитры создавал DimaTorzok